Студия Медиа Книга представляет Андрей Васильев Злые игры Читает артист Сергей Горбунов Все персонажи данной книги выдуманы автором. Все совпадения с реальными лицами, местами, банками, телепроектами и любыми происходившими ранее или происходящими в настоящее время событиями не более чем случайность. Ну, а если нечто подобное случится в ближайшем будущем, то автор данной книги тоже будет ни при чем. Глава первая Ну, так как насчет оплаты за выполненную работу? Поинтересовался я у Дарьи Семеновны, встретив ту на улице неподалеку от своего дома. Как-то я обычно вечером по лозовке не шатаюсь без особой нужды, поскольку не сильно весело смотрится почти нежилая деревенька в лунном свете. Но тот решил все же не откладывать дело до завтра и добежать до леса. Надо взять у дяди Ермолая травяного сбора, недавно им мне обещанного. Поскольку это эксклюзивная штука, такого больше нигде не сыщешь. Гости приехали, Среди них тот, кого вы ждали. Собственно, для них, гостей, я за травяным сбором на ночь глядя и пошел. Вернее, для Пал Палча, который, как оказалось, настоящий любитель этого дела. Даже не любитель, знаток. Такой, что даже мой антип, который в чаях и производных от них разбирается, ого как! И то проникся. Воистину, никогда не знаешь, какие таланты и познания таятся в людях. Так-то оно так. Вот только он у тебя в гостях обретается, ко мне на чаек-то разговор заглянуть не спешит. Чуть осуждающе заметила старая ведьма. А пока мы не побеседуем, ни о какой оплате речь идти не может. Стоп, стоп, стоп! — пригрозил ей пальцем я. — Ты, соседка, не мудри. Что было сказано? — Получишь мандрагыр сразу после того, как сюда Нифонтов приедет, вне зависимости от результата вашей с ним беседы. — Верно? — Нифонтов тут, так что корень мой. — Ладно, не весь. Половина от изначально показанного, это я тоже помню, плюс жизнь человечья в одном экземпляре. — А уж как ты к себе моего гостя заманишь? Твоя забота. И имей в виду, они завтра в город возвращаются. Я вместе с ними укачу, так что хотелось бы рассчитаться до отъезда. — Памятливый какой, — расстроенно вздохнула старушка. — Ладно, будет тебе мандрагыр. Я покончу, потому слово свое всегда держу. — И чья-то жизнь, — снова напомнил ей я, — того, на кого укажу. — В город не поеду. Сразу же предупредила меня Дара. — Суетно там. Фотографию врага своего покажешь и установочные данные сообщишь. Далее моя забота. — Это как угодно, на твое усмотрение, — благодушно согласился я. — Да и не значится у меня в планах пока никого с белого света сживать. Я вообще за мир во всем мире. — Значит, немало крови ты еще прольешь, — констатировала соседка. Те, кто о мире громче других, кричат, как правило, убивают без повода и раздумий. А вот что мне еще скажи? Ты, ведьмак, никакой зазнобой не обзавелся? Девка-то, что с ними приехала, тебе по сердцу, верно? — Внимательная. Ничего не скажешь. Не иначе, как на чердаке у нее наблюдательный пункт оборудован. Но и сам, если честно, здорово изумился, когда из задельского микроавтобуса выбрались не только Нифонтов и Пал Палыч, но еще и Вика. Кого-кого, а ее я точно не ожидал увидеть тут, в Лазовке. Да и признаться вообще где-либо, по крайней мере, в ближайшее время. Мы же вроде как все друг другу сказали. Ну, а каких-то постоянных точек пересечения у нас не попросту нет, разве что только случайность поспособствует. Не стану врать, ее приезду не обрадовался. Никогда не понимал тех людей, которые только-только поджившие болячкой ковыряют, чтобы выяснить, будет им больно или нет. И так ясно, будет. Да еще и заразу занесешь туда непременно. Вот и здесь я так же. Я уяснил, что Вики в моей жизни больше нет, и эта ясность как-то успокаивала. И на тебе. Но соседке моей про все эти неуместные вертеровские страдания знать ни к чему. — Очень ты наблюдательная, Дарья Семеновна. Ничего от тебя не спрячешь и не скроешь. Правда, на этот раз оплошала. Не туда глянула. Нет, так-то, конечно, неплохо бы с ней по темному времени в саду под деревьями прогуляться. Да только я, как было сказано выше, сторонник мирного существования всех со всеми. И особенно с отделом. Мало ли, что ее коллеги подумать могут. — А у их девок сладкое место разве по-другому скроено? Не вдоль, а поперек? — ехидно осведомилась у меня соседка. — Или им другого, чего в жизни нужно? Не того, что все остальные бабы у судьбы просят. — Дарья Семеновна, какого ты шапито устраиваешь? — ответил вопросом на вопрос я. — Ведь прекрасно знаешь, кто она и чем занимается. У меня, знаешь ли, и без нее проблем выше крыши. Только такой суеты мне сейчас и не хватало. — Ладно, пойду. Все же в моем доме гости надо соответствовать высокому званию хозяина. — Нифонтову скажи, что я его вечерков жду, — попросила старушка. — Не сочти за труд. А насчет девки подумай. Ты, парень, еще молодой. На дворе весна. Так что не упусти момент, ведьмак. Жизнь второй раз никто из нас прожить не сможет. А так хоть будет чего на закате лет вспомнить. — Поверь мне, и без этой красотки воспоминаний на три старости хватит, — фыркнул я. Вот только дожить бы хоть до одной из них. Ты же телевизор смотришь, потому в курсе, что экология в мире не к черту. Продукты сплошная химия, а хронические заболевания стремительно молодеют. — Тебя и рельсом не убьешь, сосед, — проворковала Дарья Семеновна. — Ты силы ведьмачьей, здоровье железное получил. А удача тебе в довесок к ней досталась. — Или наворожил ее тебе кто-то, уж не знаю кто. Кабы не это, то вырезала бы я тебе сердце еще тогда, в лесу, на заветной поляне. Вырезала и сожрала. — Можешь быть уверен. — Ни тени сомнений в том не возникает, — в тон ей ответил я. — Неправильно, — подтвердила старушка невесело. — Только жизнь длинная. Может, еще и сладится чего? — Тогда эти вопросы и обсудим. Я глянул на небо, там уже появились первые звезды. — Короче, баба Дара, ты давай, ускоряйся, если желаешь дело сладить. Под лежачий камень вода не течет. Все, чмоки-чмоки. Решив добить ведьму окончательно, я, словно иллюстрируя свои слова, наклонился и, соответствуя сказанному, чмокнул ее щеку. Уже у калитки я обернулся и глянул назад. Глава местного Ковина так и стояла на дороге, глядя мне вслед, и, по-моему, даже не дышала. Вот все же как мало надо немолодым дамам. Чуточку внимания окажи, и все. Мир расцвечивается для них, казалось бы, совсем уже забытыми красками. Даже если они ведьмы с многовековым стажем. Мои гости сидели за столом, поставленным в саду, под упомянутыми мною в разговоре с ведьмой яблонями. И с видимым удовольствием гоняли чаи с баранками. Колорита происходящему добавляли попыхивающий дымком ведерный самовар. И ротика, который, само собой, от сотрудников отдела таиться не стал. А смысл? У них такой же мохнатик в здании проживает, только без одного глаза. К столу подходить я сразу не стал. Вместо этого прислушался к тому, о чем они беседу ведут. Хотелось узнать, как далеко в своей глупости может зайти мой слуга, а также степень пронырливости моих гостей. А еще есть такие закладные покойники, посверкивая глазами, вещал Родион, то и дело отхлебывая чай из полулитровой фаянсовой кружки с надписью «Захар». Он ее самолично спер из сувенирного киоска, расположенного в одноименном отделе перед нашим отъездом оттуда. И еще два прославленных торта с тамошней кухни умудрился прихватить, которые после в одно рыло истрескал во время перелета из Вены в Рим. Вот там жуть настоящая. Я одного такого видал, когда мы со старым хозяином недалеко от Новгорода обитали. Они же закладные-то после того, как вылежатся в волю и силу наберут, могут в новолунные ночи из ямы с кладом, что им оставлен для сбережения, на белый свет вылезать. Да ладно, профессионально азартно среагировал Нифонтов. Прямо вылезать. Так и есть, Родька хрустнул с ушкой. Один такой повадился к нашему дому шастать. Мы с хозяином в те поры аккурат в старой сторожке жили. Лесник, видишь ты, умер. Про нее все и забыли. Так он в ночь притащится на огонек. И давай чудить. То в дверь скребется, то в окно заглядывает, скулит опять же. Сам кривой, косой, рожа синяя, зубы, что у пилы острые, да скошенные на бок. Жуть! А старый хозяин, уточнил Пал Палч, чего его не отвадил? Он вроде ведьмак сильный был. Сложно здесь все, — шмыгнул носом кнопкой мой слуга. И простого-то покойника не так легко под землю загнать. А уж закладного! Тут такие знания нужны, какие не у всякого имеются. У Захара Петровича подобных не водилось. А у нового, — отхлебнув чаю, спросил уродьки Нифонтов. Имеются? С ним-то не страшно. Тем более, что он у тебя как раз по мертвякам специалист. То дальше с ним дело. Вдруг навесил замок на роток обычный неугомонный слуга. Бывших хозяев обсуждать с чужими у меня право есть. Они уже мертвы, им хуже, чем уже есть, не станет. А нынешнему нам не можно кости перемывать. Ни со своими, ни с чужими. Уважаю, — отцалютовал ему чашкой Пал Палыч. Бусидо, кодекс самурая. А я знаю. Знаю. Самураи — это японские люди. Мы до них не добрались, — посетовал Родька. Далеко и дорого еще. — Интересно было бы. Ага. Я в телевизоре видал, что у них города, что муравейники в лесу. И спят они в этих... как их... на гроб, похоже, еще. В капсулах, — подсказал я, выходя из-под деревьев. Паш, держи травяной сбор. Такого в городе ни у кого не купишь. Отвечаю. Ага. Пал Палыч поймал полиэтиленовый пакет, развернул его, нюхнул зеленую смесь, что в нем находилась, и от удовольствия аж головой помотал. Вот за это спасибо. Уважил. Уважил. Уважил.